Я думаю, что в отличие от президентской прямой линии, мне такие прямые линии нужно организовывать чаще. Как минимум для начала два раза в год. Поэтому давайте определимся следующим образом. Сегодня у нас 1 августа. Итак, в начале декабря, в конце года, мы проведем еще одну встречу. Из многих вопросов, которые сегодня обсуждались, и о которых я говорил, часть уже будет находиться либо в процессе исполнения, либо уже будет завершена. Так вот мы и проверим в очередной раз, как работает исполнительная власть, и я в первую очередь. А на будущее, еще раз повторюсь, пока вот в таком режиме, как минимум два раза в год, раз в полугодие мы будем встречаться. Будет необходимость, будем встречаться чаще. Я искренне признателен всем тем, кто принимал и принимает сегодня участие в нашей прямой линии. И, как обещал теперь, расскажу в двух словах, кратко, об основной части нашей встречи с президентом страны. Передо мной документы, которые Владимир Владимирович вчера прочитал и ответил с позитивной реакцией. Мы обсуждали многое, говорили о том, как регион развивается. Я рассказывал уже, так скажем, вне пределов присутствия журналистов о том, чем живет наша Калмыкия. Какая жара нас иногда мучает. Какая саранча пришла к нам, как мы боремся с ней. Я рассказывал о том, что, несмотря ни на что, у нас, в Калмыкии, самый трудолюбивый народ. Я говорил о том, что, несмотря ни на что, мы все поддерживаем те решения, которые принимает Владимир Владимирович. И, конечно же, говорил о тех проблемах, которые требуют его вмешательства, требуют его решения. В частности, я говорил о нашей городской поликлинике. Мне, к сожалению, пришлось опять упомянуть, что это один из объектов, как та же самая республиканская больница имени Жемчуева, которая досталась нам в наследство. Один из объектов, который стоит здесь, в центре листы, недостроен, страшным недостроен, который сегодня достраивать просто не то, что не имеет смысла, а опасно для жизни, безопасности и здоровья тех, кто придет в эту поликлинику. И говорил о том, что у нас сегодня просто-напросто не хватит средств для того, чтобы достроить этот объект. И Владимир Владимирович дал поручение вице-премьеру страны, дословно читая, начатые объекты нужно завершить. Доложите, Владимир Путин. Поэтому я спокоен за наших горожан, за то, что у нас в самое ближайшее время появятся возможности и средства завершить строительство городской поликлиники. Это первое. Теперь то, о чем я хотел сказать, говоря про лаганцев. Про то, что, к сожалению, иногда это случается. Это как раз относится к тем моментам, которые Анатолий Яковлевич упомянул из Лагани. По поводу тогдашней трагедии, когда сотни людей потеряли жилье в одночасье. Мы ведь с вами в прошлом году были на грани подобного рода беды, катастрофы. Плотина, которая сегодня сдерживает напор Каспия, и которая сдерживает сегодня Ракуши, вот те лаганцы, которые знают, северные поселки, буквально были в шаге от того, что мы должны были эвакуировать оттуда тысячи и тысячи наших с вами земляков. Она сегодня и физически, и морально устарела. Мы не знаем, что будет происходить завтра с Каспией. Мы не знаем, как будут развиваться события, связанные с безопасностью, экологической безопасностью, с гидроатмосферой там. Это одному всевышнему, одному небу известно. Но мы должны быть готовы. Поэтому я обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой о том, что, а вы понимаете, Плотина – это вообще грандиозное сооружение. Тогда это было в масштабах всего Советского Союза. Сегодня нам самим не справиться. Но мы должны обеспечить безопасность тысяч и тысяч наших с вами земляков, проживающих в Лаганском районе. Я обратился с просьбой к президенту страны для того, чтобы нас включили в программу по тому, чтобы уже с будущего года начать ремонт и реконструкцию плотины и возведение и укрепление берега укреплений по Лаганскому району. Президент меня поддержал и дал поручение соответствующее председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву эту проблему начать к реализации. Следующий момент, о котором мы все знаем и который сегодня косвенно прозвучал в одном из вопросов, по-моему, кто-то из наших автомобилистов задавал, связанное это было с транспортным сообщением об авариях, которые происходят иногда с нашим общественным транспортом, да и просто с транспортом, который пересекает сегодня границу нашей республики. Для общей информации скажу, что по сведениям ГИБДД республики в среднем по году среднесуточная пропускная способность наших автотрасс около 8 тысяч единиц. Из них свыше половины это большегрузный транспорт. И у нас, хотя и хорошие показатели по снижению аварийности, по снижению ДТП со смертельным исходом, но тем не менее для нас каждое ДТП со смертельным исходом это уже ЧП. И все мы об этом прекрасно знаем. Так вот, в прошлом году в рамках проведения президиума Госсовета, тогда я не был членом президиума Госсовета, но поскольку Калмыкия входит в Южный федеральный округ, а президиум проходил в Керчи в сентябре 2016 года, я ставил вопрос, и министр транспорта тогда поддержал меня, о строительстве альтернативной трассы, которая необходима и нужна как воздух Крыму в первую очередь. Вы знаете, на будущий год, в конце года, завершение строительства Крымского или Керчевского моста, завершение строительства автотрассы Таврида, и все мы знаем, и многие из наших земляков пользуются этой трассой, Дон. Она сегодня находится на грани своей перенасыщенности. С вводом в эксплуатацию моста, с вводом в эксплуатацию трассы Таврида, пропускная способность, вернее, количество автотранспорта, которое будет направляться на Крымский полуостров, увеличится в разы. И трасса Дон просто физически не будет справляться с этим объемом. Так вот, уже тогда, в сентябре, мы говорили о том, что нужны альтернативные подъезды. Самый наиболее удобный вариант и стратегический, и географический, это мы все знаем, карту России, и особенно юга, мы хорошо знаем. Так вот, из северной и центральной части Российской Федерации самый ближний путь Москва, Волгоград, Листа и туда дальше, на юг. Речь идет о реконструкции трассы Волгоград и Листа, о том, чтобы она была четырехполосной, о том, чтобы она освещалась, как полагается, федеральной трассе, о том, чтобы она была с разделительным отбойником. И эту просьбу тогда, еще раз говорю, поддержал министр транспорта. Сегодня Владимир Владимирович Путин, выслушав, прочитав мое обращение, дал поручение министру транспорта Соколову, с учетом планов развития инфраструктуры юга России, включить объект, предлагаемый главой, в приоритетный план реконструкции и развития. Вот это то, что было, ну, часть, конечно же, часть нашего разговора, который остался за скобками камер. И я хочу сказать главное, вернее, повторить главное. Я в очередной раз убедился, что проблемы Калмыкии, проблемы нашей маленькой Калмыкии, как мы ее иногда называем, они не просто интересны, они крайне важны для президента страны. Проблемы, казалось бы, одного человека, Якуповой Ларисы Васильевны, проблемы глобального характера водообеспечения всех жителей Калмыкии, проблемы наших пенсионеров, наших стариков, лекарственное обеспечение. Все это на повестке дня угловой государства. Ни одна деталь от него не исходит. Вот у меня здесь, как я уже говорил, зеленая папочка. Здесь, наверное, десятка три обращений к главе государства, которые поступили к нему в формате прямой линии. И, как я обещал президенту, я лично буду встречаться и буду говорить по каждому обращению, которое поступило в приемную Владимира Владимировича. Не хочу сказать, когда, но то, что мы этими вопросами будем заниматься и будем решать их, это я однозначно гарантирую и обещаю всем своим землякам. Еще раз благодарен всем, признателен всем, кто принял участие, конечно же, в организации этой прямой линии. Уверен, что вот этот новый формат общения, он полезен в первую очередь и нужен в первую очередь мне, моим коллегам из правительства. И, конечно же, он нужен и полезен в первую очередь всем жителям республики, потому что это одна из возможностей напрямую задать мне вопрос, высказать свою претензию, критику, предложение. Убежден, что в будущем мы расширим нашу аудиторию. Уверен, что у нас появятся новые технические возможности для этого. Хочу пожелать всем своим землякам мира и добра. Хочу пожелать всем работать сообща, тесно, причем ключу, невзирая ни на какие сложности, провокации и прочее, прочее, прочее. У нас с вами есть задача, которую перед нами поставил президент, и мы ее должны выполнить. Сделать жизнь наших граждан лучше, краше, комфортнее. У меня есть поручение президента решать все проблемы вот в таком глаз на глаз общении с каждым жителем Калмыкии, у которого есть проблемы. Я буду это решать. Спасибо. Спасибо.